Всем привет! Сегодня я хочу показать несколько простых самоделок, которые можно реализовать на транзисторе КТ-805АМ. Это кремниевый эпитоксиальный транзистор МПН-структуры, предназначен для применения в выходных каскадах срочной развертки, в устройствах зажигания двигателей внутреннего сгорания и в других переключательных устройствах. ТО-220АМ, выполнен в корпусе ТО-220АМ, имеет три гибких вывода и отверстия для крепления на радиатор. Ну и пожалуй перейдем к первой схеме. Первая схема это светодиодная мигалка, работает она на основе лавинного пробоя транзистора. Частоту вспышек светодиода можно регулировать изменениями емкости конденсатора С1, напряжение питания 12 вольт и базовый вывод транзистора не используется. Вторая схема это регулятор напряжения. В данном случае будет регулироваться яркость светодиода. Светодиод включен в нагрузку коллектора транзистора. На резисторах R1 и R2 собран делитель напряжения. При вращении ротора переменного резистора напряжение на базе транзистора будет плавно увеличиваться. Питание схемы 12 вольт. Продолжение следует... Третья схема. Вместо светодиода в нагрузку ставим кулер либо электродвигатель и при помощи переменного резистора регулируем его обороты. Питание схемы 12 вольт. Питание схемы 12 вольт. Питание схемы 12 вольт. Продолжение следует... Четвертая схема... В нагрузку можно также установить лампу накаливания 12 В 5 Ватт и регулировать ее яркость. Продолжение следует... Пятая схема... Это простейший сенсор. Пальцами касаемся двух контактов от транзистора и источника питания. Таким образом подается напряжение смещения на базу транзистора. В момент касания транзистор открывается и включает светодиод. Продолжение следует... Чем меньше сопротивление рук, тем ярче будет светить светодиод. Продолжение следует... Шестая схема... Последняя... Это усилитель низкой частоты. Резистор служит для открывания транзистора. Нагрузка транзистора в данном случае это динамик на 4 Ома. Напряжение питания схемы 7,4 В. Это швейцарский немецкий. Это швейцарский немецкий. Швейцарский немецкий, да. Ну, говорят, знаете, говорят итальянский немецкий еще хуже. Я, правда, не слышал никогда. Знаете, у нас есть время еще, Александр, попытать. Не меня же пытать, согласитесь. Чего меня пытать? Я и так призналась вам все. Давайте. Ну, хорошо. Так, последний вопрос. А вот вопрос сейчас... Подождите. А мы же... То есть иметь по себе белую куртку. Что означает в немецком языке? Первое. Второе. Все знать лучше всех. И третье. Уншульдий sein. Быть невиновным. Ох, ну, какие вопросы. Ну, классный последний. А вот в русском языке, да, есть с пальто. Я в белом пальто стою. А здесь я такой весь в белом. В белом пальто, да. А вот... И белая куртка. Последнее. Быть невиновным. Уншульдий sein. Да, это правильный ответ. Правиль, да. Уншульдий sein. Быть невиновным. Спасибо огромное, Александр. Спасибо. Мария Рафиковна, скажите, Вот, ну, вы это лучше меня, конечно же, в сто раз знаете. Все-таки немецкие языки, они разные. Там, на севере, там, от Баварии он отличается. А вот эти выражения, которые вы сегодня предлагали в нашей игре, они, в общем, общенемецкие? Или это только хох-дойч какой-нибудь? Ну, они общенемецкие. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем удачи.